И стало понятно, что на рынке есть проблемы. В отношениях заказчика и дизайнера интерьера. Бывает дизайнер-снабженец, прораб, креативщик. Сегодня мы хотим выявить дизайнера-креативщика, который создает идею, создает образ интерьера и отделить его от всех остальных видов дизайна. Я впервые участвую в таком конкурсе. На самом деле, очень интересно и познавательно. Мне помог мой опыт написания курсовых работ в университете, когда нужно быстро найти и быстро все сделать. Я думаю, что самое сложное – задать правильный вопрос Яндексу и Гулу. Все есть, вся информация есть, надо просто найти ее. Как задать правильный вопрос Яндексу и Гулу? Надо разбираться в строительных материалах, где же консоли, из чего они делаются, как они изготавливаются. То, что пишешь консоли, это дается список рекламной консоли, то, что совершенно не нужно. Но вопрос консоли-архитектуры, нужно задать вопрос изделий из гипса, резьба по дереву, такие вот вещи. То есть дизайнер должен ориентироваться, устроить материалок. Хорошо, спасибо. Олег Лирсович, в подобном конкурсе я участвовал. Интересно, я рад, что сюда пришел, то, что я хотел найти в консоли или плитку. Может быть, я не так правильно задал вопрос тому же Гулу и Яндексу и больше ориентировался по наполнить сайт. То задание было, которое с круглым столиком на балконе, это уже больше, как и с практической точки зрения, рад, чтобы участвовать в этом. Спасибо. Пока только столик, что-нибудь современненькое, легкие, как бы. Стол, объект, стиль, попар, форма, габариты, оформление. Время пошло. Картина Климмита «Поцелуй». Я вам предлагаю ставить деревянную основу наверх, сделать нарезку вот этой картины Климмита, то есть там специально золото, вот эти вот красивые красные. Сделать треугольную нарезочку, то есть, чтобы она была не единая, а чтобы вот она была по всему столику. Черное-оранжевое чередование, вот, ну, чтобы они были легкие, не кирпичи, а как сделать под кирпич. И сверху можно матовое стекло положить, либо прозрачно, либо многотонированное. Но я считаю, что на балконе лучше круглый столик, чтобы обогонили лица. Но при таких скромных габаритах, это достаточно разумно, но вы правы. Симпатичный небольшой столик, попар. То есть, у меня есть несколько вариантов поцвета. Можно использовать как пусик и как столик. Такой вот столик маленький совсем, да? То есть, это на столешнице, да, нанесено? Да. Но если по стеклу, это обычно называется декольник или иные варианты нанесения на стекло. Вот, например, на таких цветов по стеклу. Графический дизайн. Это очень интересная ситуация, когда графический дизайн оказывается в дизайне интерьера. Значит, второе задание. Поклички материал. У нас завелся эркерс. Надо сделать напольное покрытие. Очень хочется, чтобы это была марокканская плитка светлого тона. Два решительных вопроса. Какова будет стоимость? Стоимость материала и стоимость работы. Какая-то зависимость от сложности. Так что, соответственно, для предъявления, то есть, мы можем заказать все-таки контейнеры на модель. То есть, обычно, то есть, можно. Цена? Метраж? Сумму мне назовите. Две суммы мне есть. Тащий заказчик. Вот, абсолютно. Три варианта вполне убедили. Спасибо большое. Они есть, они сохранены. Мы позже посмотрим внимательно, что у нас в папочках. А хоть расскажите так, на словах, на пальцах. Мне нравится дорогая укладка. Хорошие птиклетки. Вот эти вот красивые узоры разноцветные. Надо минимум 4 метра, да? Костя, какая форма вот того, что мы делаем? У нас там внутри такая. Приставка у нас как раз мураканского стиля, да? Примастер, который вот зовут Альмир Фатангл. Угу. И вот, например, я сразу записал ссылочку. Вообще, со стилем и с последней тенденцией, что я уже не знаю, не основные. То есть, вы меня за ним переговорили. Потом я перешел на сайт, где, например, вы можете сказать, уможевые, там сам по мастеру, да? Работа по керамической педагогике мураканской. И потом мазайки. Мазайки стоят 18 тысяч рублей за метр квадратный. Вместе с листовкой у нас как раз мураканского стиля, да? Примастер, который вот зовут Альмир Фатангл. Угу. И потом ссылочку открыть. Ну, в первом году я сразу записал ссылочку. Вообще, со стилем и с последней тенденцией, что я уже не знаю, не основные. То есть, вы меня за ним переговорили? Потом я перешел на сайт, где, например, вы можете сказать уможевые, там сам по мастеру. Да, работа, работа по керамической педагогике мураканской и по мозаике. Мозаика стоит 18 тысяч рублей за метр квадратный. Вместе. Намного легче, когда есть уже какие-то наработки до, подготовиться, разговор с клиентом, узнать, что он хочет. Какие его предпочтения, это уже намного сужает круг. Много информации также нельзя вытащить из интернета, потому что нужен живой диалог с человеком, хотя бы по телефону. А была такая информация, которой в интернете почти нет? Сложно найти? Замечательные консоли Рупако. Сложно найти было? Сложно найти, сложно найти цены. И по опыту, в сфере другой работы, не дизайна, а менеджмент, я точно знаю, что эти цены часто действительно указаны неверно. Добрый вечер. Были довольно-таки интересные задания. Нашел, вообще-то, даже за эти два часа несколько интересных сайтов для себя, которые я, может, буду применять в дальнейшем. В общем-то, все было здорово, мне понравилось. А какие трудности были в решении этих задач? Спасибо всем. Сейчас небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok